Большая честь быть гражданином России. Эти слова звучали из уст каждого, кто сегодня в торжественной обстановке получил главный документ своей жизни. У этих ребят двойной праздник. Вместе с паспортом в преддверии Дня России вручили Конституцию страны и Триколор. Неожиданно и очень приятно, потому что я уже буду гражданином России, уже по документам. И было неожиданно, когда я узнала, что я буду пущать паспорт именно здесь. Что для тебя Россия? Россия для меня это что-то большое, это моя родина. И хоть я родился не здесь, но теперь я живу в России, и для меня это честь. Трудолюбие, упорство, уверенность и самоотверженность жителей полуострова будут залогом блестящего будущего российского Крыма и города федерального значения Севастополь, отметил полпред и поблагодарил за добросовестный труд, терпение и понимание. К словам поздравлений присоединился и Сергей Аксенов. Для каждого из нас любовь к России начинается с особого отношения к нашей малой родине. С желанием сделать жизнь в своем родном краю лучшей. Хочу поблагодарить крымчан за добросовестный труд, за терпение и понимание. Уверен, что в течение нескольких лет мы совместными усилиями достигнем нашей общей цели и превратим Крым в процветающий самодостаточный регион Российской Федерации. А пока эти юные мальчишки и девчонки только вступают во взрослую жизнь, учатся и познают свою родину, взрослые присутствующие в зале уже на деле доказали любовь к Крыму и России. Учителя, военные, спасатели, государственные служащие. Переломный момент для республики смело отстаивали интерес крымчан. Среди награжденных Игорь Лукашев. Он один из тех, благодаря кому в городе появится памятник вежливым людям, который станет символом событий крымской весны. Желание очень многих крымчан с благодарностью к тем людям, которые пришли к нам и прикрыли нас грудью в момент тяжелых испытаний для Крыма, для всех крымчан. Поэтому завтра мы сделаем этот памятник и, в общем-то, мы получаем большое удовлетворение. А эта структура днем и ночью на страже. Любые чрезвычайные ситуации им по плечу. Особый вклад в благополучие крымчан сотрудники МЧС несли во время энергоблокады полуострова. На сегодняшний момент времени человечество уже привыкло жить из розетки. И, соответственно, остановилось все. Хотя к ней и готовились, но не думали, что будет все так сложно. И понадобилось буквально 2-3 недели, чтобы привести это все уже в то состояние, в каком мы могли существовать хотя бы. Потому что наиболее сложные были три дня. Было всем сложно. И Щелкино, и Армянск, и Красноперекопск, и Черноморский район. Всем было сложно, но люди справились. И мы, спасатели, старались сделать это наиболее комфортно. Всего награды получили 55 крымчан. После торжественной церемонии их ждал праздничный стол. Мэри Бадынс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.